Отлично. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Я сейчас осветляю на что-то тревочек и буду также... Я славну на него тренд, я добавлю еще какие-то вещи из других мест урава, где он разбирает эти темы. Первое, что я хотел бы обратить внимание... Допустим, разницу между Равкуком и течением хасидизма. Равкук в чем, допустим, разница между евреями и неевреями? Хасидизм подчеркивается разница на уровне души. Вот у нее еврея в душа такая, а еврея в душа вот такая. А я... И вот это вот основная разница. Святая и близкая душа. Равкук, может быть, даже и не спорит с тем, что ведет хасидизм. Но у него совершенно другие дгишин. Он совершенно другую опирается, он подчеркивает совсем другое. То, что принципиальное различие между евреями и неевреями, это народная душа. Праведники, которые ходят прямыми дорогами и служат Всевышнему, есть у евреев, есть у неевреев. Везде это есть, всегда это было и всегда это будет. Чистые душой и сердцем люди, которые делают много добра, есть в любом народе, в любом месте. А в чем принципиальная разница по Равкуку? И скажем, даже не принципиальная. На что Равкук больше гораздо подчеркивает, не в одном месте, а в многих местах, это именно разница на уровне души народа, общей души. Пора в Куку. Единственный народ. Основное стремление народной души, которое это вот именно прямота, это справедливость и так далее, на уровне народа, еще раз подчеркиваю, это на сегодня еврейский мир. И его задача притащить туда же все остальные народы. Тогда как на уровне, как мы сказали, частной человеческой души, есть у нас праведники в любом народе. И злодеи, кстати, тоже. Среди злодеев, среди евреев тоже немало, как известно. Основное подчеркивание здесь Равы, это именно разница, допустим, в вопросе между, евреями и неевреями, не в величии частной души и личной, а в величии народной души. И вот с этой точки зрения давайте вернемся к нашему ответу. Можно вопрос, Натан? Конечно. Тогда можно ли так сказать, что с точки зрения Рава Кука в индивидуальной душе нет различия между душой еврея и душой нееврея, только в общественной душе? Я думаю, это будет ошибка. Как я сказал, я не уверен, что в этом аспекте Рав Кук спорит с движением хасидизма. Но Рав подчеркивает совершенно другой аспект. Для него гораздо более важный, гораздо более принципиальный, принципиальная разница в другом. Я думаю, нельзя сказать, что с точки зрения Рава Кука нет разницы в личной душе. Но вот это вот нет разницы для хасидизма, это основное отличие, а для Рав Кука есть отличие, не такое большое. Может быть, да, есть принципиальное отличие, но не это принципиальная разница между временем и временем. Не это принципиальное отличие, на которое нам важно. То есть поверхностно, читая Рав Кука, может действительно прийти, по моему мнению, к неправильному выводу, что с точки зрения Рав Кука нет разницы между душой еврея и нееврея. Мне кажется, это неверно для Рав Кука тоже. Но, вот как бы, что более важно, что он обращает больше внимания к этой биологии. А можно ставить пять копеек? Поскольку Рав, Шерк, я не знаю, ты видел или нет, но он несколько раз объяснял на всякие вопросы про добавочную душу, про которую там очень любят писать, что типа у евреев она есть, а у неевреев нет. Он как раз всегда, ну, то, что в хасидизме… Вы говорите про дулю в будущем мире? Нет, нет. Вы про дулю в будущем мире? А про что вы? Нет, нет, нет. А уровень души, да? Нет, нет, нет. Что есть разные уровни души, да. Это то, что в хасидизме как раз и говорится. Такая душа, вот такого души у Шроховой… Дышама нет. Но Рав Шерк говорил, что как раз он отождествлял именно вот то, что говорят, что у них этой души нет, это потому что у него нет общественной общности Израиля. У Израиля эта душа реализована, задействована, поскольку есть общность такая, она существует. А у других народов пока этого нет. То есть он на самом деле, как я понимаю, Рав Шерк, он не существует. Понимаете? То есть та дополнительная еврейская душа, это общественная душа, то есть та дополнительная святая еврейская душа, которая… Да, да, да. Вы говорили, это вот именно душа народа. То есть то, что я вас понял… Да, да. Может быть, вы не видели на Рав Шерке? Об этом писал много раз. Да, да. Натан? Вы говорите, что… Значит, то, что я от вас понял, это так. У души еврея есть там раз, два, три, четыре, там пять, шесть, семь, не знаю сколько уровней. У души еврея есть там раз, два, три и все. А разница обусловлена тем, что вот эти вот уровни более высокие души, на которые мы, в общем, в нашей повседневной жизни даже и практически не касаемся к ним, они обусловлены именно той вот общей составляющей, которая вот, в общем-то, как Барафук и говорит про вот общую душу и так далее. Хорошо. Нам подходит. То есть мы сводимся к другому. Я не знаю про Рав Шерке. Разница между лишними душами сводится к разнице, к общему же. Хорошо. То есть, видимо… Я что хотела сказать. Видимо, Рав Шерке и так понимаю. Я уверена, что это стопроцентно. Наверное, мы можем понять по-другому, но поскольку он так писал несколько раз, то мне так кажется. Хорошо. Отлично. Теперь, с вашего позволения, продолжим. Я только немножко увеличу. И так. Невозможно по-настоящему прилипеться к национальной основе Израиля никому, кроме того, чья душа уже очищена. Да? Секундочку. Я расширил текст. Или того, чья душа чиста изначально. Я, как всегда, читая Рав Кука, для понимания пропустил середину, чтобы мы могли спокойно понять смысл. А теперь мы можем вернуться. Чья душа, чья душа уже очищена благодаря душу, веря от грехов человеческих достойных порицания и неподобающих качеств. Или того, чья душа чиста изначально. Итак. Даже еврей со своей еврейской душой, у него есть какой-то диалог с общей душой. Он может от нее отрываться. Он может к ней приближаться. Ибо истинная основа характера народа Израиля – это стремление к высшей праведности, праведности Всевышнего в мире. То, что мы сказали. Не обязательно, что в моей личной душе стремление ее внутреннее истинное – это идти по дорогам прямоты и служить Всевышнему. Но это суть общей еврейской души. Поэтому, если ты хочешь к ней приблизиться, как-то быть больше евреем, то тебе для этого нужно делать что-то сперва. Вот такой вот интересный ураво-обход. Ибо истинная основа характера народа Израиля – это стремление к высшей праведности. Праведности Всевышнего в мире. И каждый, кто загрязнился каким-либо грехом в какой-то мере, в той же мере ослабевает желание праведности и добра внутри него. И не может светить так, как подобает. И поэтому не будет он по-настоящему связан с этим национальным качеством, пока не очистится. Кроме общего, очень интересного хода мысли Рава, мы можем, конечно, попытаться увидеть здесь намек наставления и назидания тем самым евреям, допустим, первопроходцам в Израиле, которые были во время, или вообще светским нерелигиозным евреям, для которых заповеди, они значат не очень много, а национальная еврейская составляющая важна для них. Мы уже что-то похожее у Рава видели в других местах. Здесь Рав нам говорит, ты хочешь национальной еврейской составляющей? Отлично. Обрати внимание, что чува тебе в этом поможет, а не помешает. И это непростое, опять-таки, подчеркивание. Потому что именно во время Рава появилась у этих первопроходцев национальная составляющая была противопоставлена религиозной составляющей. Религиозные евреи не очень, я не скажу нет, но не очень сильно стремились заселять землю Израиля. А светские первопроходцы именно да. И вообще-то в то время общее направление было. Мы тут сюда пришли строиться и строить. Здесь, может быть, даже мы оставим у себя святые писания, Танах, Тору, Пророков и Писания. Но устную Тору, заповеди, Тамут, это все пережитки избавления и пережитки голода. Нам это не нужно, и мы это можем выбросить. Здесь Рав подчеркивает, ты хочешь прилепиться к Израилу, ты хочешь подчеркнуть свою еврейско-национальную составляющую, для этого тебе нужно сделать шум. И здесь Рав, конечно, также спорить с противоположной точкой зрения, когда было с точки зрения как бы религиозного, как бы, ну и нас интересует только Тору и заповеди. Национальная составляющая завывания земли, не нужно, неинтересно, там Ашеев придет, он нас вот тут, перенесет землю Израиля. Самим что-то делать не нужно и даже нельзя. Мы видим, что Рав здесь спорит со всеми течениями, которые были, и предлагает интересный другой путь. Давайте прочитаем еще раз. Сначала до конца. И как мы сказали в начале, мне кажется, это важно, что основная составляющая, что для Рава это ценность и стремление к праведности именно на уровне общей души, и это принципиальная разница между евреями и неевреями по Раву. Так? Ничего не понятно. В тексте, в том, что я объясняю. Или меня не слышно? Нет, нет, все понятно. Я вот прочитал первый абзац. Тут вопросов больше, чем нужно. Что значит по-настоящему прилепиться? А можно прилепиться не по-настоящему? Что такое национальная основа Израиля? Клали Сраэль. Почему нужно уже очищенным быть, чтобы присоединиться? А если... Ну, покажите мне хотя бы одного человека, которого нет неподобающих качеств. Нет таких людей. Это значит, никогда еврей не сможет присоединиться. Дальше. Что такие грехи человеческие, которые достойны порицания? А что, есть грехи, которые недостойны порицания? Вернее, достойны непорицания? То есть, хорошие грехи? То есть, плюс, я не вижу здесь сианизма вот в этом первом кусочке. Может быть, он будет дальше. Где здесь? То есть, это очень двусмысленный... Ну, согласитесь, что это очень сложный кусочек... Двусмысленный, очень двусмысленный... Кусочек текста. Хорошо? Очень хорошо. Значит, давайте, с вашего позволения, разберем, попытаемся разобрать вопросы по одному. А сейчас еще раз прочитаем текст. Анатолий, можно я скажу, как я понял, а вы скажете, правильно это или нет? То есть, есть некий... Давайте тугать. Есть некий условный еврей, да? У него есть, условно говоря, нефиш. И в той мере, как он исправляет свои моральные качества, в нем пробуждается нашама, да? Более высший духовный уровень души. И вот та нашама, которая в нем пробуждается, это нашама общности Израиля. Андрей, нашама даже есть у человека не еврея. А вот ехида и хая, хая, точнее, ехида, это уже, я думаю, речь идет о национальном уровне. Я духовно взял просто низшая и высшая душа, да? Что человеку, который там ни о чем не думает, который там морально невысок, да, у него какая-то есть, которая оживляет тело. Но вот он начинает очищать свои моральные качества, духовно расти, там делать шуву. И в нем пробуждается какой-то высший уровень души. И вот тот высший уровень души является душой общности Израиля. Мы говорим о евреях сейчас. Я так понял этот отрывок, не знаю, верно или нет. Хорошо. Давайте сейчас попытаемся еще раз прочитать и посмотрим, что сказал Андрей. Потому что сказал Дима, я хочу попробовать отнестись к вопросам. Очень хорошо. Итак. Невозможно по-настоящему прилепиться к национальной основе Израиля никому. Кроме того, чья душа уже очищена благодаря шуве от грехов человеческих, достойных велицаниях, не подавающих качеств или того, чья душа чиста изначально. Ибо истинная основа характера народа Израиля – это стремление к высшей праведности, праведности Всевышнего в мире. Это определение. И каждый, кто сгрязнился каким-либо грехом в какой-то мере, в той же мере ослабевает желание праведности и добра внутри него. И не может светить так, как подобает. И поэтому не будет он по-настоящему связан с этим национальным качеством, пока не очистится. Так. Андрей, да? Значит, я не знаю. Я не хотел бы брать этот отрывок в объяснение на уровне души. Несмотря на то, что душа здесь упомянута, я не стал бы это бить на уровне души. Рах здесь говорит душа одним словом. Если мы не очистились, нам сложно присоединиться к национальному качеству Израиля. Мы очистились, нам проще. Если какие-то еще вопросы останутся, сейчас я попробую разобрать вопросы Димы, и мы вернемся к тому, что тебе что-то хочешь рассказать. Хорошо? Итак. Значит, Дима, давай по одному вопросу, потому что больше я за один раз не... Хорошо. Почему противопоставление идет? Национальная основа Израиля и народ Израиля? А где тут противопоставление? Противопоставление, простите. Где вы его видите? Смотрите, вначале, если человек, я так понимаю, еврей, хочет прилепиться к национальной основе Израиля, значит, он может быть неприлепленным, правильно? Либо не хочет. То есть, он либо прилеплен к национальной, либо неприлеплен. Зато чуть дальше написано, что истинная основа характера народа Израиля – стремление. То есть, мы видим, что нет возможности прилепиться, не прилепиться. То есть, человек есть в народе Израиля, хочет он, не хочет, у него как бы истинная основа, уже можно разговаривать, написано дальше, но при этом есть возможность прилепиться, либо невозможность к национальной основе Израиля. Чем отличается основа Израиля от народа Израиля? Я не думаю, что здесь разница у Рава. Есть, мы же тут упоминали, есть разные комментаторы. Допустим, Торы, не Равкука. Одни объясняют каждое слово, зачем оно пришло. И все синонимы, они говорят, нет такого синонима в Торе. Каждое слово несет другой оттенок смысловой нагрузки. Не просто так, Тора использовал нам другое слово. Есть другая школа комментариев, которая говорит, не обязательно. Тора говорит человеческим языком богатым. Теперь перейдем к Равкуку. По-моему, Равкук не делает здесь не только противопоставление, здесь это одно и то же понятие. Национальная основа, народ и так далее. Сейчас прочитаем еще раз, может быть, увидим какие-то тонкости. Но есть разница. Действительно, ты родился евреем, и тебе с этого никуда не деться. Ну, уровень твоего соучастия в еврейской национальной жизни, твоя, как ты себя видишь, желание, как бы, вот именно как национальный аспект. Есть люди, которые родились евреями, это им абсолютно ничего не говорит. Я еврей, я это знаю, и что? Есть те, которые, я еврей, я буду жить в земле Израиля, я для этого буду что-то такое делать. Есть вот это вот, то, что кто-то еврей, для кого-то это очень важно. А для кого-то это совсем не важно. Есть, теперь уже я, как я отношусь к тому, я хочу, да, мы сейчас говорим про людей, которых интересует национальная составляющая евреи. Не только естественное, природное, то, что случайно выпало мне вот так родиться. А человеку интересуется, он хочет, он хочет эту связь, он ее хочет усилить. Можно вставить пять копеек. Это ему много, что говорит. Можно вставить пять копеек. Секундочку, я закончу. Александр, полминуты. Я закончу относиться к вопросу, и потом вы сможете вставить, я с большим удовольствием. Окей, соответственно, теперь, чтобы прилепиться, или как бы, вот это вот расстояние, может быть, больше и меньше, у нас скала. У нас некогда, ты пытаешься разделить, либо да, либо нет. Нет, нет, у нас есть гамма цветов. У нас есть переход от и до. Очень близко и очень далекое. Соответственно, чтобы приблизиться, прилепиться правильнее, сильнее, то нужно, очень поможет, исправить собственные лишние недостатки, потому что то, куда ты хочешь прилепиться, у него есть очень много качеств. Евреи, в общем, они такие, такие, такие еврейские нации. Но у него есть основная дорога. Основная дорога – это честность, прямота, служение всем душным. И поэтому, если у тебя в личной душе остались еще такие неисправленные пятна, тебе будет сложнее уменьшить расстояние, сложнее, правильно и ближе присоединиться. Теперь, с вашего позволения, давайте, Александр хотел что-то добавить. Пожалуйста. У меня, я извиняюсь, я отключил просто микрофон. У меня сначала вопрос. Это в каком году написано? И в какой стране? Примерно. 900-е. Раф умер в 1935-м году. Это я понимаю, но это писал, я боюсь, значительно. Второе. В какой стране это? Видимо, написано в Израиле. Соответственно, это в начале века. В 1936-м году Раф приехал в Яфу. Это я понимаю. Соответственно, это примерно... То есть вы думаете, что это вы думаете? Дальше. Не знаю. Вы знакомы ведь с Шаламалейхом и многие здесь присутствующие, да? Как вы думаете, у Теви Молочника вставали такие вопросы? Быть с народом? Един он с народом? Он очищается? Или он просто жил? Вы понимаете, вы рассказываете теории? И Раф Кук здесь пишет теории. А мы раньше были действительно народом, пока жили в местечках, пока были, ну, группами жили, и была социальная среда, и мы ощущали, кто мы. Потом уж стал был исход. Кроме того, Раф он Раф, и он со своей высоты это смотрит. Потом был Советский Союз. Потом приехали евреи, которые уже совсем разобщены. Если его в детстве папа с мамой не воспитали, нет, не на религиозных ценностей, на просто евреев. Что говорит добрый, что своему должен он помочь, что вот он музыкант такой, или вот он шахматист, что он вот тот, и тот, и тот, и тот. Это вот мы. Я жил в среде, мне повезло, там одна профессура была, и конструктора. Я видел, кто такие евреи, кто такие неевреи. И я стремился к тем, кто евреи. Когда я приходил на филармонию и смотрел оркестр, а в три четверти здесь идет теория людей, которые собрались откуда-то. Нас сейчас евреями делают арабы. Немножко религия. Вы говорите о людях, и он теорию писал в этой, по крайней мере, этой теории, я как для цвета. Это как я воспринимаю. Тут нет противоречий к тому, что Дмитрий говорит. Действительно, это так. Это уже начинается на другом уровне. А тот, кто живет, неважно, он религиозный или не живет, живет в своей среде, то он с молоком матери. Мой дед был ломовым извозчиком. Он что, не был с народом? Возил с Украины мед царю на стол. Ну, о чем вы говорите? Ну, встаньте немножко в среду. Что? Вот я работал в компании, там один человек на 50 был, кроме меня, в вязаной кипе. Что это? Не евреи, нет общности? Секундочку. Секундочку. Я хочу вас осмотреть. Исправленный, неисправленный. Я хочу вас осмотреть. Секундочку. 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 Если у вас есть короткий вопрос, я буду рад его услышать. Если у вас есть лекция, то при всем уважении лекции... Извините, я, наверное, не прав. Я хотел сказать только одно. Говорите немножко о жизни и о себе, и все станет ясно. И Раву Куку может через себя читать. Нет, 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 нет. А определение нашего урока, оно противоположное. Моя жизнь и я тут вообще никому не интересны. Мы пытаемся... Понял. Услышал. Услышал. Мне интересно, только жизнь личного человека. Кук мне интересен тем, что в отличие от многих Равинов, он говорил от себя. И поэтому столько пытался открывать. Сейчас вы его убиваете. Когда вы говорите я не от себя... Может быть. Может быть. Может быть. Вы правы. Но по крайней мере я с вами это обслужу допустим в нашем чате. Но сейчас то, что получается, что больше всего убивает саму урок. Потому что я хочу обсудить наш текст. Мы хотим выучить то, что говорит Равку. Вы говорите, что я его убивал. Может быть. Но я хочу попросить у вас убивать воно. изучаем Танах. Не Танах, а как это Дима, до его позволения можно следующий вопрос? Да. Я думаю, нужно идти дальше. Что успеем, что успеем. Александр, уводите немножко в сторону. Давайте закончим. Мы теорию, а практику мы будем тоже. Не переживайте. Все нормально. Вопрос. У тебя было куча вопросов. Давайте мы их разобрали, вопросов уже все ушло. Смотри, просто здесь меня смутило то, что душа уже должна быть очищена, чтобы присоединиться к национальной основе. А если я только начал душу очищать, почему здесь такое прям... Если только начал душу очищать, мы уже учили в другом месте. Настолько очистил, настолько ты получаешь, приближаешься. Мы учили это уже. Не смотря на то, что в заповедях чувы у нас есть четкая вид. Вот досюда ты чуву не сделал. Ты двигаешься в правильном направлении, но вот чтобы сделать чуву, нужно сделать раз, два, три, четыре, пять. Вот ты сделал, но тебе не засчиталось. Это формальные рамки. Очень хорошо. Но есть еще неформальные рамки. Всевышний очень рад, что несмотря на то, что чего-то еще не сделал. Ты продвинулся уже на целых 25 миллиметров в нужном направлении. Всевышний очень рад. И соответственно пропорционально продвижению ты получаешь благословение с ним. Поэтому это не двухфазовая ситуация. Насколько ты продвинулся, ты сразу получаешь встречу. Ты продвигаешься к себе, но тебе продвигается настолько же, если не больше. Так что в этом плане опять-таки ситуация не бинарная. Дальше. Все, поехали дальше. Не успеем. хорошо. Итак, дальше. Что хотели? Мы в общем-то закончили абзац. Тогда я перейдем к второму. Есть какие-то еще вопросы? Перейдем. Перейдем. Ну давайте с вашего позволения. можно немного сказать все-таки как заключение. От каких-то теорий. Но на практике получается, что если человек подлец, то он не может адекватно ощущать эту национальную составляющую свою. И получается, что он практически или он уезжает в Америку или он агентирует за мэриц. Не знаю, я не хочу так. Я просто так бросаю. ему становятся все равно многие параметры, поскольку он душе в своем личном моральном поведении не соответствует. на самом деле совершенно неочевидная вещь. Это вещи не связанные. Он может быть там совершенно правый и это самое как называется за все воевать. Семьетически казалось бы. Нет, арав говорит, если ты аморальный человек, у тебя эта составляющая правильно не работает. Ну, в общем, я так поняла. Я даже подчеркнул, что он говорит. Это очень практически. Это практически тупое. Так что... Ну, что вы говорите даже. То есть мне кажется, что вот здесь между национальной составляющей и личной праведностью только у евреев есть зависимость, связь, а у остальных народов видимо нет. Ты можешь быть патриотом с непонятно какими личными качествами. Или наоборот. Ты можешь быть отличным человеком и не очень сильно привязан к своему народу. Все варианты возможны. здесь у нас здесь как раз вот на этом происходит разница. Ты хочешь быть привязан к национальному составляющему своего еврейства, ты должен быть как-то хорошим человеком. Хорошо, с вашего позволения следующий абзац, который говорит похожие вещи. «Чтобы устранить экран, разделяющий между общим божественным благом и частной душой, жаждущей его, нужно освободиться от всякого морального дефекта в самом широком понимании слова, что включает в себя очищение всех качеств и сознательное исправление действий, ведь все это является распространением божественного света в мире, в общем масштабе, охватывающем человечество и все бытье, повсюду, где возможно проявление категории морали». И для того, чтобы убрать такое препятствие, задерживающее завершение еврейского одеяния, облачающее особым характерным образом отвлеченное божественное блага, нужно устранить любое препятствие с уровнем действия во всем, что касается еврейской души. Это есть необходимые условия для полной дшивы от всех частных случаев греха и скрепления в соответствии с историей письменной и устной, которая вся душа Бога в связи с Израилем. Так, принципиальная разница, по крайней мере, начала этого от предыдущего, как вы считаете, в чем? Я, с вашего позволения, зачитаю еще раз. Чтобы устранить экран, разделяющий между общим божественным благом и частной душой. Это второй абзац. Первый абзац. Невозможно по-настоящему прилепиться к национальной основе Израиля никому, кроме тех, чья душа уже исправлена. Разница получается, что в первом отрывке мы говорили про тому, кто хочет прилепиться к еврейской национальной составляющей, а во втором мы говорим, начинаем, по крайней мере говорить о том, кто хочет прилепиться к Богу. Середина одинаковая. Чему нужно делать? А конец он вообще общий. Общее благо на всех это хорошо. Есть частное еврейское благо, которое проявляется и происходит в дереве. То есть, здесь же раб говорит для всех. и есть люди, есть люди, которым есть люди, которым еврейский национальный аспект много не говорит. А вот прилепиться к Богу им это важно. Хорошо. Тоже нужно делать шум. Почему? Понятно? Потому что человек, который грешит, не соответствует совершенному Богу, да? А в конце мы переходим от общего божественного к частному еврейскому. И для того, чтобы убрать так также препятствие задерживающего завершение еврейского одеяния, облачающего особым, характерным образом отвлеченное божественное благо, нужно устроить любое препятствие в том, что касается еврейских души, соответственно, что здесь получается. Для неевреев, которым ближе общий божественный аспект, им чугу, понятное дело, нужно делать в том, что их касается качества души, всем заповеди и так далее. А для евреев у них им это недостаточно. Им это недостаточно. Может быть, я сейчас скажу, это немножко перекликается с тем, что Александр пытался сказать. А может быть, и нет. Обычно, что говорит нерелигиозный еврей? Он говорит, правда же, самое главное, это быть хорошим человеком. Что подразумевается? давайте выполнять всем заповедей сыновей ноха, а все остальные заповеди, в общем-то, это не важно. Теперь, грубо говоря, опять-таки, очень-очень, если обобщать, то евреям особенно стараться для того, чтобы быть просто хорошим человеком, уже не нужно. У них есть своя частная уже работа, которую им нужно сделать. Им не просто так есть 613 заповеди, им не просто так есть их дороги исправления, которые более частные и более тонкие, потому что они находятся в более частной тропинке, которая как бы, ну, все аналоги известны, есть простые люди, священники, у них отдельная одежда, отдельная работа. Да? Здесь мы начинаем говорить про всех людей в общем, и для всех людей действительно нужно исправить качество души делать чуму на уровне всех людей. А в конце мы возвращаемся таки к еврейской национальной составляющей. Для еврея недостаточно общей, быть таким вот, общих хорошим человеком, всем заповедям. Для того, чтобы прилепиться действительно по-еврейски, то тут уже нужна вся торополность и, как мы сказали в конце, устно и письменно. Давайте еще раз, как мы любим, прочитаемся от начала до конца, а потом, если у кого какие замечания, предложения, я буду очень рад. Чтобы устранить экран, разделяющий между общим божественным благом и частной душой, жаждущей его, нужно освободиться от всякого морального дефекта. В самом широком понимании слова, что включает в себя очищение всех качеств и сознательное исправление действия. Да, тут есть качество и действие. Качество это как бы что я хочу, к чему я стремлюсь. Постараться не быть, я там, не знаю, скряга. Постараться быть менее скряга, я скупой, там, и всякие другие качества. Есть действие, что я конкретно делаю? Может быть, мне очень сложно давать пожертвования, но я даю. Есть действие, есть качество. Все это является распространением божественного света в мире. Каждое хорошее дело, каждый хороший поступок, каждое хорошее человеческое качество, это в конце концов распространение божественного света в мире, в общем масштабе, охватывающем человечество и все бытье. Повсюду, где возможно проявление категории морали. И облачающего особым, характерным образом отличенное божественное благо. То есть, есть общая божественная благо, есть особенное еврейское. Нужно устроить любое препятствие с уровня действия во всем, что касается еврейской души. И это есть необходимые условия для полночего, от всех частных случаев греха и скрепления, в соответствии с историей письма молосты, которая вся душа Бога в связи с Израилем. Это, кстати, очень интересное определение. И даже мне не до конца понятно. Тора письменная устная, которая вся душа Бога в связи с Израилем. Что такое Тора? Это душа Бога в связи с Израилем. Я не буду это объяснять, потому что я это понимаю не до конца. С вашего позволения теперь ваше предложение и замечание, ваше ощущение. Ну, очень понятно сознательное исправление действий. Все понятно. Исправление действий, вся душа из четырех пунктов, действий, то, что натворил, будешь исправлять. Очень красивое слово сознательно, потому что если не сознательно, какое-то исправление, а почему по отношению к качествам используется слово очищение, а не исправление, как в других книгах, и почему нет слова сознательно очищение качеств. То есть, если это, смотрите, если это пишет Раф, я так понимаю, это не Раф пишет, это его редакторы, правильно, кто-то из учеников, то каждое слово, если... По поводу учеников, нет, это пишет Раф. Это конкретно? Я думал, он только первый, вот, который Эдер... Я хотела сказать, что очень небольшое исправление вносили ученики, их работа это подборка во многих... Ну, в конце нашей книги, да, они еще подобрали какие-то... Начало Рафса написал целиком, Это нельзя сравнивать с другими какими-то... Сихот, например, который там ученики пересказывают. Я хотела, может быть, предложить, это не связано никак с Рафом Кухом, почему он... Но это мое ощущение такое, почему в отношении Медот не сказано сознательно. Даже если ты сознательно проделаешь определенную работу исправления Медот, они все равно не на сознательном уровне исправляются. Возьмем... Есть разные методики. Возьмем... К примеру, Медот Шмона Праким пишет. Это уход в другую крайность. Да? Как оно работает? Если человек там скрябит, не то, что он скребя зубами иногда будет давать стопу, а просто он уходит в другую крайность. Он начинает разбазаривать, раздавать и так далее. Как это работает? Рамбаб точно не пишет, что он считает, что это работает. Но можно себе представить, как это работает. Имидж, собственная личность, граница ее, как я живу, как я работаю, как я делаю. А тут его бросают совершенно в другую сторону и заставляют тренировать другие качества какие-то души, разбазаривания, например. И вдруг он понимает, что это тоже ощущается, не понимает, не сознательно, ощущает, что это тоже как-то соответствует его личность. И можно другие примеры привести, не обязательно по рамбаму. Поэтому мне кажется, исправление метод, это качество, они не целиком сознательно действуют. Есть какие-то методики, но оно происходит на других уровнях, не на уровне сознания. Нихама, ты оговорилась, ты сказала исправление, а урава написано очищение. Очищение, да. Я не понимаю, что это... Можно слово маленькому переводчику? Можно слово маленькому переводчику? Урава, да, урава просто там стоит в первом случае зипуг, то есть лезакэг, то есть это очищение, там где по отношению к медот. Там где по отношению к действиям, там стоит слово литагер, что является синонимом первого слова. И поскольку мне показалось, что будет не очень красиво написать в обоих случаях очищение, тем более, что у РАВа два разных глагола, а придумать какой-то синоним на ходу у меня не получилось, поэтому я написала исправление. То есть объясняю. А я в очередной раз... Мнение коротенькое. Да, Натан? Спасибо. Да-да, я в очередной раз хочу поспорить с Димой. Ты пытаешься, как мне кажется, с физической силой продавить нам взгляд именно комментаторов, которые каждому слову пытаются найти смысл. Зачем оно пришло нам сказать? Чем оно отличается от синонима в другом месте? Там было использовано другое слово, здесь такое. Мне кажется, общий подход РАВа-Кука, он не такой. У РАВа очень... Ты поднял руку, я понял. Натан, смотри, у меня склад туман. Я еще не закончил. Я закончил сестерина. У РАВа, мне кажется, общий подход немножко другой. У него очень богатый язык. Он очень часто даже вначале что-то говорит, потом говорит это еще раз, более немножко понятно. Потом он еще раз раскрывает. У него очень ассоциативный язык. Он объясняет какую-то вещь. Он упомянул что-то. Он по ее поводу что-то добавит. Во время объяснения он упомянул еще какой-то термин. Он его объяснит. И из-за этого очень часто сложно понять, что РАВ говорит. Поэтому здесь именно путь к комментариям наоборот. Вырезать расширяющие, более обогащающие отрывки. Найти смысловые слова, по ним понять смысл, потом вернуть обратно обогащающие отрывки. Здесь у нас понимание, но наоборот. Мы должны понять, о чем идет речь в общем отрывке. И с этого взгляда пытаться понимать каждое слово. И вот РАВ здесь, мне кажется, представляет другой лагерь и текста, и лагерь комментаторов. Вот в том, как он пишет. Это мое личное мнение. Как мне показалось, опять-таки, из достаточно большого количества текста ФРАВа, которые я прочел, неправильно в данном случае, мне кажется, заведет нас в тупик. Пытаться понять, в чем речь между синонами, которые РАВ пользуется. Это не совсем неправильно. А потом уже, если это что-то новое будет, грань, отлично. Нет, ничего страшного. Дима, пожалуйста. Натан, у меня, во-первых, своеобразное мышление. То есть, если я читаю, то я должен понимать, что написано. Если мы читаем Пушкина, не вопрос. Все, я сейчас сяду, расслаблюсь, возьму кофе и буду получать эстетическое удовольствие от рифмы, от ударения, от тональности. Прелесть. Я люблю понимать, вот, например, да, ты в начале урока сказал гешим. Ну, геша. Почему гешим, а не гешот? Мне прям чесалось спросить. Неужели гешим во множественном числе им в конце? Не говорил он такого. В начале урока ты сказал. Гешим я сказал. Да, да, ты сказал гешим. Вот я это просто слышу, слова, буквы, слышу, вижу и сразу обращаю внимание. Если, ну, смотри, есть у Рава его другие, Эдер Гаякар, да, или тоже Зараним. Читаешь, и все понятно, все просто, каждое слово, каждая буквочка. А вот эти книги, вот, Ород Атшува, другую, которую мы, оно действительно похоже на поэзию. И что с этим делать, я не знаю. Ну, просто расслабиться. Я встречался с мнениями, что наоборот, урод Атшува – это простой язык и проще понять. А Эдер Гаякар, вот, сложно? Ну, я не знаю. То есть все согласны, что просто нужно сидеть, расслабиться, ничего не придумывать. Нет, нет. Конечно, каждое слово имеет смысл, безусловно. И есть люди, которые это анализировали, привели в систему. И хотя иногда он разные термины употребляет для одной и той же какой-то, для одного понятия. Тем не менее, все это как бы не просто так. Это имеет смысл. Но я согласна, что на нашем уровне очень важно понять общий смысл, идею, которую Рав хочет донести. А потом, когда ты это уже понял в целом, конечно, очень важно понять, почему он пользуется такими словами, а не другими. Это как бы углубляет понимание, на мой взгляд. Но если у тебя по-другому глава работает, то тогда трудно. Не-не-не, я действительно согласен со всеми. Я, когда учу Рава, я, смотрите, то есть вот здесь вот это вот, то, что ты упомянул, это очень хорошо, потому что я тоже математик совсем. Я тоже привык учить тексты. Ты читаешь, разбираешь каждое слово, каждый пасу, пытаешься понять, потом переходишь дальше и дальше. То, что я понял по Раву, направление вектора, оно противоположное. Допустим, у Рава может быть абзац в начале, который непонятен вообще. Ничего делать. Если мы хотим сейчас, пока не поняли, не продвигаемся. Мы застыли и не продвинемся. А потом оказывается, что абзац, это на самом-то деле, это заголовок, который Рав в своей статье хочет раскрыть. Оно не должно быть понятно вообще. Когда мы дочитаем до конца, мы сможем вернуться в начало и понять, что было сказано. И это, опять-таки, я возвращаюсь. Понимание Рава, может быть, не в этом отрывке, но в общем, оно очень зациклено на понимании всего. Я понял, о чем идет речь, и за этим мне становится понятно первое, второе, первое предложение и слово. Для того, чтобы понять, о чем идет речь, мне нужно прочитать до конца, несмотря на то, что здесь, 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 я не понял. А потом прочитать еще раз, еще раз, еще раз, еще раз. Так я, по крайней мере, делаю. Теперь, действительно, ты прав. Равкук, это безусловно поэзия. Это безусловно написано поэтическим языком. Но я математик. И я, поэтому, из этого пытаюсь выуживать идеи. Так теперь, кто-то, допустим, действительно с поэтической душой может прочесть Равкука, все понять, у него будет проблема. Он будет, как рыба. Он не сможет никому объяснить. Так как я нахожусь лично на противоположной шкале отравы в этом смысле, то я, как бы, пытаюсь это все перевести, как тот, которому медведь отдавил ухо, и он ничего не понимает. И потом приходится учить ноты и все это, так сказать, много теории. И пытаться услышать это самое, как вот здесь скрипка вошла, вот здесь тромбон, и различать это самое, и понимать, кто где. Тот, кто просто так, у него душа вот такая вот, он придет просто получать удовольствие от музыки. Тот, у кого нет, ему нужно будет это все глубоко учить. Мне приходится глубоко учить. Безусловно, есть люди, которые это понимают нолитон, ловят волну Рава и с ним плывут, и им все понятно. Например, моя жена. Вот она вот так, ловит волну и плывет, и им все хорошо. Я никакой волны не ловлю. Что? Да, да, я никакой волны не ловлю. Я математик, я программист. Я противоположный, имею в виду. Но, то, что мои выводы в данный момент, что нам нужно попытаться всегда уловить общую идею. Уловили общую идею? Отлично. Что Рав нам хочет сказать? А теперь давайте вернемся и давайте обсуждать, потому что мы поняли общую идею, а что здесь и что там. И, тем не менее, я вернусь к тому, что я начал. Я даже, может быть, немножко поспорю к Нехану. Я не уверен, что каждое слово важно, и что каждое слово несет какую-то определенную нагрузку. Я не уверен. Может быть, это просто богатый язык Рава, а нам, как математикам, нужно вытаскивать идеи. Тоже, может быть, не знаю, чувство не знаю. Я, вот, как бы, мой личный опыт, что каждое слово неважно. Так-то закидайте меня камнями. Может быть, я совсем не прав, но это мое личное, как бы, ощущение. Вот так. Швереев, кто-то еще? Еще кто-то хочет сказать что-то? Я думаю, есть слова, которые важны. Да, ключевые слова, безусловно, важны, конечно. Но, как бы, это вот нужно чувствовать, потому что вот как те же самые идеалы, которые с Ферот, как вот мы обсуждали недавно, а также есть слова, которые вот имеют какую-то определенную коннотацию, и вот из того, что мы правильно это уловим, зависит действительно понимание отрывка и понимание текста. Но в большинстве своем, я согласна с Натаном, что нужно идти от целого. И, ну, я не знаю, я не математик, поэтому я больше интуитивно как-то улавливаю общее содержание. А потом уже из него пытаюсь, да, действительно понять отдельные фразы, отдельные слова, отдельные какие-то оттенки мысли, скажем так. Отлично, большое спасибо, Швереев. Вы очень хорошо-то поняли то, что я сказал. Безусловно, у Рава есть ключевые слова, которые нужно вымереть из текста. У нас есть большой богатый текст, есть два ключевых слова. Если мы их пропустили, мы пропустили все. Если мы их выловили, все остальное можно убрать. Мы смысл поняли. После этого можно все остальное вернуть, потому что это очень сильно нам обогащает и понимание, и текст, и эстетика, и все. Но вот действительно, да, это вот так я учусь. Я пытаюсь выловить у Рава ключевые слова, на которых все держится. И для этого я все остальное, вообще-то, реально вырезаю. Мы вот и по ключевым словам и бежим. После этого, в следующем этапе, мы все возвращаем и смотрим на текст как общий. Спасибо Нехаму, вы меня как бы... Шерель. Дополнили очень правильно. Не Нехама, Шерель, я извиняюсь. Дополнили очень правильно. Я, в общем-то, не до конца правильно говорил. Да, как Шерель сказала. Вот так вот, да. Я думаю, что я тоже не возражаю. Это как бы непротиворечащие вещи. Значит, хорошо. Я добавлю сюда текст. Я это делаю. А, то есть, я про линк уже бросил. Я просто добавлю текст. Я немножко отредактирую, что у нас есть. С Божьей помощью мы в следующий раз начнем. Очень важный, серьезный Моамар. И... То есть, в чем-то... Может быть, там язык попроще, а может быть, и нет. Вот я сейчас стал готовиться к уроку. Там столько намеков мне повылазило. И вы знаете, я уже немножко хвастаюсь, вы меня простите. Очень часто вот на седьмом круге у меня много чего вылазило. Вот сейчас тоже закончил седьмой круг, сейчас начинал восьмой. И вот именно я вот начал. А вот как я это объясню? Вот как я это буду говорить? И мне столько очень много интересного навылазило. Я первую жизнь даже начал конспектировать за собой. В общем, ну, я надеюсь, будет очень интересно всем. Но это в следующий раз. Надо поставьте в Фейсбуке рекламу. Если это новая статья, может быть, люди придут. Поставлю обязательно. Хорошо. Большое всем спасибо. И доброе... Дима, спасибо за вопросы. Битвы перчика на Широке были бы гораздо более опасными. Я люблю лимитику. Не отчаивайся. Шире, мне очень понравилось. Летагер или Зикух. Есть возможность подумать, как бы вот я перевел. Я бы нашел, наверное, синоним. В словаре синонима слово «очистить» и каким-то образом из вывалившихся 30 вариантов подобрал бы соответствующее. Да не всегда лист. Но исправить – это не очистить. То есть исправить – это и не летагер, это и не Зикух. Да, да. Блин, теперь ночью спать не буду. Спасибо. Давайте. Если найдешь, рабшись. Ну, если из-за нашего урока Дима не будет спать ночью, значит, мы не задаром хлеб едим. Хорошо. Он найдет и пришлет, я думаю. Хорошо. Добрый вечер. Всем до свидания. Всем до ночи. Спасибо. Спасибо. До свидания.